доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы заключительным торговым не этой недели как и всегда у нас последняя сессия заключительная часть вот этого недельного забега после чего мы уходим на выходные а там уже в принципе до нового года будет рукой подать и рынке будут наверное еще более интересными потому что ликвидность на них будет постепенно сокращаться и соответственно чувствительность к даже маломайским отчетам будет совсем уж и ополошенной отсюда как раз и серьезные ожидания классические даже сказал на то рождественское ралли по наиболее скажем популярным инструментом которая еще на может состояться о нем мы безусловно поговорим если она состоится тем более что я буду вместе с вами держать руку на пульсе и каждый день готовлю для вас аналитику записываю видео рассказываю о том что интересного произошло за сессию минувшую вот на этой ноте давайте перейдем к тому что у нас складывается и происходит на рынке нефти опять же я сейчас констатирую что инициатива остается на стороне покупателей что касается контрактов о маркет то а после экспирации мы разумеется по техническим причинам немного откатили то но все равно в принципе расчет остается прежним мы ждем продолжение ралли которая на мой взгляд очевидно остается повышательным и наша цель это как минимум закрепление в районе 67 68 долларов за баррель у нас вообще нет причин сейчас отказываться от длинных позиций по нефтянке потому что ранее мы использовали для поддержания длинных позиций я сам факт улучшения рыночных настроений в связи с очевидными продвижениями в торговой сделке между сша и китая эта тема является сейчас одной из самых центральных и негатива друзья по-прежнему нету я бы даже сказал что вот вчерашняя торговая сессия была больше связана с оппозитивом потому что стивен ночин всем вам известный представитель опять же министерства финансов соединенных штатов америки один из членов делегаций переговорщиков с китаем также а прокомментировал ситуацию относительно того на каком этапе сейчас находится подписание вот той самой обещанной первой фазы которую мы с вами ждем точнее подписи ждем под этим документом в начале января то есть документ уже полностью готов он у американской стороны он переводится и и уже заранее согласован тот факт что какие-либо изменения в него вноситься не будут то есть остались какие-то пустяковые мелочи и уж совсем незначительные юридические формальности поэтому если не произойдет какого-то непонятного форс-мажора то сделка первая фаза будет подписана поэтому мы с вами должны по идее на позитивном настрой завершить 2019 год и с таким же хорошим настроением уйти на двадцатый год здесь конечно же говорю про настроение связанные с мировой экономикой с будущим спросом на сырье и настроение связанные с факторами поддержки для нефтяного рынка не забывайте друзья что на стороне покупателей также действия и решение стран опек новой договоренности по дополнительному сокращению производства нефти будут действовать до конца первого квартала я допускаю что что скорее всего продлят потому что в штатах по-прежнему довольно высокий уровень нефтедобычи вот кстати говоря в среду мы получили цифры о том что запасы как вы помните снизились это еще один фактор поддержки для длинных позиций но объем добычи остается на рекордных уровнях в 12 8 миллионов баррелей в сутки но это не проблема потому что страны опек согласовали доп сокращения на 500 тысяч это отчасти нейтрализует эффект вот роста вот этой базы нефтной со стороны соединенных штатов америки вот лично меня друзья беспокоит только один факт что очень лихо сейчас набирают позиции хедж-фонды и инвестиционные банки я понимаю что с точки зрения фундамент они все правильно делают мы тоже покупаем нефти но как бы вот сам факт входа в длинные позиции а значительных денег не обернулся не самым лучшим местом скажем случае какого-то негатива потому что чем больше денег будь в длинных позициях тем соответственно жестче может быть коррекция а в случае ухудшения новостного фон но не будем каркать доллар иена текущие котировки 109 29 сегодня важный день для доллара потому что сегодня куча статистики личные доходы личные расходы основной индекс расходов наличные потребления и темпы экономического роста в п годовые данные которые выдадут в 1630 по московскому времени для нас эта статистика возможность разобраться что же все-таки для пары доллар иена дальше будет определяющим возможно изменение монетарной политики и и сохранение неизменно и опять же либо перспектива дополнительного смягчения и снижения процентных ставок либо все-таки геополитический фон вот после этих отчетов и после того как на статистику отреагирует индекс доллара да и в принципе а пара доллар иена мы с вами уже в понедельник подведем итоги и решим окончательно для себя каких опять же мы позиции ориентировать дальше придерживаемся роста выше 110 либо все-таки ожидание дальнейшего снижения евро против доллара потихоньку корректируется 100 а точнее 1 1118 это текущий курс я друзья не могу позволить себя при текущем фундаменте переориентироваться на длинной позиции возможно если бы я получил четкий сигнал об улучшении промышленности в еврозоне в германии если бы я увидел последовательное улучшение бизнес оптимизма настроение темпов экономического роста если бы китай и сша договорились это в конце концов убрала бы с скажем с повестки риска для замедления темпов роста экономического и глобального восстановления если например еврозона договориться с англией вот при таком позитиве да я может быть под другим ракурсом посмотрел бы на евро но сейчас друзья то что происходит то что мы видим по статистике то что мы обозначаем в качестве рисков протекционизма политики со стороны сша в адрес европейского союза все это располагает к тому чтобы евро держать в коротких позициях и подгоняет собственно сзади еще и мягкая монетарная политика доллар канадец 13128 сегодня мы ждем роничные продажи важный отчет тоже он как раз нам должен помочь понять чаша все-таки в отношении канадского доллара на половину полна либо все-таки пуста у нас начале недели были очень слабые данные по промышленному производству по производственным заказам потом сильный отчет по инфляции но хотелось бы закрепить результат и уже на фоне большинства скажем таких статистических показателей прийти к выводу стоит ли нам склоняться к возможности снижения процентной ставки канадским регулятором я считаю что пока что эту вероятность убирать не стоит если бы нет не росла сейчас так я думаю что мы бы давно с вами уже котировались по паре выше уровня 1.33 ждем сегодняшний отчет и уже потом проводим разбор полетов и фунт против доллара продолжает снижаться фактически мы тестировали поддержку 1.30 она пока удержалась друзья если последующий тест окажется успешным я думаю что очевидно будет ясно и понятно что фунт будут сбрасывать и дальше есть и прогнозы от сити от юбис я не знаю насколько они вам интересны потому что они склоняются опять же в пользу того что британская валюта сможет восстановить свою позицию вообще юбис аналитики считают что 2020 год будет годом восстановления для а фунта и мы увидим цели 1 а 45 но вот учитывая то что текущие недели это худшее наверное за последние несколько лет для британца я очень сомневаюсь в том что фунт сможет выкарабкаться мы рассчитывали на то что нам поможет в качестве длинных позиций банк англии но банк англии не помог двое представителей голосующих членов проголосовали за то что ставки нужно снижать я думаю что при таких данных которые мы получали в последнее время например те же самые роничные продажи просили с 3 1 процента до 1 количество сторонников смягчения монетарной политики может стать больше если джонсон опять же не наладит отношения с европейским союзом и не убедит всех что он держит все под контролем и впереди только лишь упорядоченный мягкий brexit то фунт будет друзья терять тоже сегодня очень важный день нужно посмотреть где же все-таки в неделю завершить британская валюта выше отметки 1 30 или ниже и оттуда уже будем плясать на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания